Оскар будет представлять картина Юриса Курса и Тиса Модрис в номинации «Лучший зарубежный фильм». Это совместная работа творческих групп Латвии, Греции и Германии. Есть ли шансы в Америке у латвийского кино? Об этом наш следующий материал. В этом году критерием кинопремии «Оскар» соответствовало два латвийских художественных фильма «Модрис» Юриса Курса и Тиса и выпускной год Андриса Гауи. Оба режиссера молодые, оба фильма драматические. Комиссия единогласно решила выдвинуть в этом году на приз «Оскар» от Латвии фильм Юриса Курситиса «Модрис». На решение комиссии повлияло то, что «Модрис» — лента, созданная кинематографистами сразу трех стран — Латвии, Греции и Германии. И уже получила несколько призов на международных фестивалях. Фильм основан на реальных событиях. «Модрис» — 17-летний подросток. Из-за пристрастия к азартным играм у него сложные отношения с матерью. Зимой он уносит из дома и продает электрический обогреватель, а деньги проигрывает. Чтобы перевоспитать сына, мать сдает его полиции. Этот фильм основан на документальной истории молодого парня, который принимает один удар судьбы за другим. И, к сожалению, прототип «Модриса» трагически скончался в Англии. Режиссер признался нам, что еще не осознал новость о выдвижении фильма, но считает, что его кино способно тронуть души не только латвийцев. Как мы растем, каковы наши отношения с родителями, с окружающими, мы все через это прошли, всем это близко, независимо от того, на каком языке мы говорим. Но «Модрис» не единственный фильм, который представит Латвии на Оскаре. В США покажут также короткометражную ленту «Кастрат Боров» братьев Аббела. Вот это уникальный случай. Это никогда у нас не было, когда маленькая короткометражная картина, которая создавалась как студенческая работа в Академии культуры, она победила на Тамперском кинофестивале. И Тамперский кинофестиваль – один из тех кинофестивалей, который автоматически гарантирует возможность присутствовать в отборе на Оскаре. Латвийский фильм будет представлен на Оскаре уже в восьмой раз. В прошлом году там показывали мультфильм «Камни в моих карманах». Чтобы фильм продвинулся дальше и получил номинацию, необходимо, чтобы члены Американской киноакадемии этот фильм посмотрели. А они просто так этот фильм не посмотрят. Для этого есть агентство PR, есть специальный фирм, который обеспечивает то, что произошло. Реклама, аренда кинозалов, плакаты – все это стоит немалых денег. И пока Латвия выделять их не готова. Яна Рубинчик, Данис Лацис, Латвийское телевидение.